19 сентября Церковь чтит память священномученика Всеволода Потёминского. «Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди струбтивого и разращенного народа, в котором вы сияете, как светило в мире». Будущий священномученик Всеволод родился 30 марта 1870 года в городе Никольске Вологодской губернии в семье Пономаря. Окончил три класса Вологодской духовной семинарии. С 1890 года служит диаконом и одновременно работает учителем. В 1903 году был рукоположен в Айерея. Известно, что отец Всеволод имел большую библиотеку и много сил и времени тратил на просвещение односельчан. Открыл в своём селе школу, где преподавал по собственным учебникам. Священник пользовался большим авторитетом у прихожан, которые впоследствии несколько раз защищали его от ареста. После большевистского переворота отец Всеволод был судим три раза в 1928, 1934 и 1936 годах. Его лишали избирательных прав и выселяли семьёй из дома. Зимой 1937 года храм, где служил священник, после длительных тяжб закрыли. В здании хотели открыть клуб и неоднократно пытались уничтожить кресты, вырезанные на стенах храма. Но кресты чудесным образом появлялись в уно. Арестовать отца Всеволода удалось лишь обманным путём, вызвав его якобы на крестина. И в августе 1937 года он был заключён в Сыктывкарскую тюрьму. Священник обвинялся в том, что систематически проводил контрреволюционную деятельность, направленную против мероприятий советской власти, распространял провокационные слухи о войне и падении советской власти. Дело Иерея Всеволода было проведено с грубейшими нарушениями. Право на защиту не обеспечено, обвинительное заключение не мотивировано и прокурором не утверждено. Отец Всеволод виновным себя не признал. Священник был расстрелян 19 сентября 1937 года по приговору тройки НКВД. Священный Мученик Всеволод Потёмнинский включён в Соборного Мученика и Исповедника 6 октября 2001 года. Священный Мученик Всеволод